Суммафитофармация История предприятия насчитывает уже 17 лет. И началась она с сотрудничества с совхозом Победа Белопольского района. Переломным для него был 1998 год, когда на базе молодой, но уже позитивно зарекомендовавшей себя частной фирмы было создано дочернее предприятие государственного консорциума Укрфитотерапия. В марте 2001 года была основана компания Суммыфитофармация. Благодаря четкому позиционированию на рынке и настойчивому следованию тщательно разработанной стратегии, компания завоевала лидирующие позиции в сфере производства биологически чистого сырья для фармацевтической и пищевой промышленности в Восточной Европе. Если раньше ею поставлялись только три вида сырья – корень валерианы, лист подорожника и трава пустырника, а штат состоял из пяти сотрудников, то сейчас ассортимент продукции, поставляемой Суммыфитофармацией, включает 424 наименования лекарственных растений. В 2008 году объем закупаемого сырья достиг максимальной величины почти 5000 тонн. Производственные мощности компании включают центральный офис, пункты приема, складские помещения и цеха по переработке сырья в Сумах, а также представительства в Украине и дочернее предприятие за рубежом. В группу компании Суммыфитофармация входят овощесушильное предприятие «Общество с ограниченной ответственностью Биофудс» в Волынской области, компания «Фитопродукт.ру» город Москва, складские помещения в Москве и Курске, компания «Фаркони» в Грузии и «Хербор» в Польше. В компании трудится 281 человек. Из них 26 сотрудников в центральном офисе, 217 человек непосредственно на производстве, в том числе 49 инженерно-технических работников, 44 сотрудника в зарубежных представительствах компании. Компания является членом Торгово-промышленной палаты Украины. В 2008 и 2009 годах Суммыфитофармация была удостоена звания «Экспортер-импортер года» в рейтинге Международной торговой палаты и Торгово-промышленной палаты Украины. За развитие внешнеэкономических связей предприятие награждено орденом «Звезда экономики Украины» Третьей степени. Деятельность компании в целом и все производственные процессы определяются корпоративной политикой в области безопасности продуктов питания и политикой в области качества, которыми руководствуется весь персонал предприятия. Благодаря системной работе по повышению качества поставляемого лекарственного растительного сырья, в 2009 году итальянская компания «ИЧЕА» сертифицировала общество с ограниченной ответственностью Суммыфитофармация как производителя и поставщика органически чистого сырья. Суммафитофармация получила сертификат «БИО», что позволяет поставлять продукцию США, Японию и страны Европы тем компаниям, которые занимаются переработкой только биологически чистого сырья. В настоящее время Суммыфитофармация – одна из немногих компаний в Европе, которой удалось сертифицировать 78 видов сырья, произрастающего на территории Украины, Грузии и Узбекистана. Компания специализируется на производстве и поставке трех видов продукции – лекарственного растительного сырья, специй и натуральных ингредиентов для чая. Производство лекарственного сырья основывается на вековых традициях выращивания и сбора лекарственных трав, научных рекомендациях и требованиях. Для повышения конкурентноспособности продукции и гарантии ее качества зарегистрирована торговая марка «Лекарственные травы Украины». Ассортимент продукции превышает 400 видов сырья. Это не только травы. В польских супермаркетах вы можете найти березовый сок, выпускаемый под торговой маркой компаний. Некоторые виды лекарственных растений выращиваются на собственной производственной базе. Это плоды расторопшей пятнистой, цветы ромашки лекарственной, трава череды. Значительную долю в продукции общества с ограниченной ответственностью суммы фитоформация занимают специи – сухие овощи и пряные травы, семена и плоды, которые могут использоваться как ингредиенты для пищевой промышленности. Ассортимент специй очень разнообразен и включает более 50 наименований, выращиваемых в странах Азии, Африки, Южной Америки и Европы. Общество с ограниченной ответственностью суммы фитоформация перерабатывает травы не только для фармацевтического рынка, но и также для чайной индустрии. Фруктовый чай и чай из лекарственных и пряных трав становятся все более популярными в мире, и спрос на них растет. Имеющееся в компании оборудование позволяет перерабатывать растительное сырье, используемое для производства разнообразных видов чая из трав и плодов. Благодаря хорошо налаженной системе контроля качества и возможности делать качественную очистку и контролировать микробиологию, сумма фитоформация стала поставщиком ведущих чайных компаний. Постоянное увеличение ассортимента в соответствии с запросами рынка, высокие требования к качеству и разветвленная сеть международных связей позволяют компании постоянно наращивать объемы производства. Они с 2006 года выросли в два раза. Компания закупает сырье как в Украине, так и в других странах. Продукция, поступающая на предприятие, выгружается в карантинный склад и подвергается тщательному входному контролю, который включает проверку состояния упаковки, маркировки, отбор усредненных образцов сырья, их исследования в лаборатории. Она оборудована современным диагностическим оборудованием, которое позволяет контролировать качество растительного сырья как по традиционным показателям влажности или засоренности, так и осуществлять радиологический контроль. Это позволяет исключить использование экологически загрязненного сырья. Только после получения заключения лаборатории принимается решение о его пригодности для дальнейшего использования. При этом учитывается требование к лекарственному растительному сырью, изложенное в государственной фармакопее. Если его качество не отвечает требованиям нормативной документации, оно направляется на доработку или возвращается поставщику. Отвечающее требованиям сырье передается в производство для переработки или в один из складов для хранения. Технологический процесс переработки сырья осуществляется на собственной производственной базе. В случае необходимости поступившее от изготовителей или иных поставщиков лекарственное растительное сырье подвергается предварительной сортировке и очистке. Это позволяет на начальной стадии отобрать сырье, не соответствующее стандартам качества. Затем в зависимости от вида сырья и требований заказчика применяются следующие виды технологической обработки. Резание, дробление, помол, классификация по фракциям, сушка. Таким образом, производственные мощности компании включают несколько технологических линий по комплексной обработке сырья, поступившего от заготовителей. Здесь лекарственное растительное сырье проходит через машину вертикальной резки. Порезка осуществляется до размера 10-30 мм. После порезки сырье поступает на сетовой классификатор. Здесь отделяется товарная фракция, отвечающая требованиям заказчика, пыль и крупная фракция, которая требует доработки. Она поступает на измельчитель, который позволяет доводить ее до нужной кондиции. Затем это измельченное сырье снова поступает на сетовой классификатор. После него товарная фракция пропускается через металлоуловитель, позволяющий отбирать из продукции любые фрагменты черных и цветных металлов. Для получения порошков из лекарственного растительного сырья, специй и пряностей на предприятии имеется мельничное отделение. Очистка семян и плодов зерновых культур, таких как лен, кориандр, фенхель, расторопша, укроп, а также отделение листьев растений от стеблей осуществляется на специальных участках. Сушильное оборудование позволяет осуществлять сушку тремя методами. Это напольная сушка топочными газами в электросушилках шкафного типа и в современной установке с использованием инфракрасного излучения. В соответствии с запросами потребителей, прошедшая все стадии обработки продукция прессуется на специальном участке и упаковывается в тару требуемого размера и качества. Склады предприятия предназначены для приемки, размещения и хранения поступившего на них сырья и являются важнейшим элементом логистической системы деятельности компании, так как необходимость в специально оборудованных местах для содержания запасов существует на всех стадиях движения материального потока, начиная от поступления сырья и заканчивая отгрузкой готовой продукции потребителю. Этим объясняется наличие большого количества разнообразных видов складов, в том числе и специального склада для хранения сертифицированной биологически чистой продукции с особыми условиями хранения. На складах готовой продукции производится приемка продукции с производства, формирование партий продукции для отгрузки, хранение готовой продукции, отпуск продукции согласно заявок потребителя. До складирования вся продукция проверяется работниками отдела контроля качества и лаборатории. Для доставки продукции потребителю имеется собственный парк грузовых машин. Образцы лекарственного растительного сырья направляются в архив. Его наличие позволяет в любой момент в течение гарантийного срока определить историю происхождения сырья, его исходные качества. Это помогает поддерживать высокие стандарты качества на предприятии. В 2009 году на предприятии была проведена работа по разработке системы менеджмента качества и системы безопасности продуктов питания на базе стандартов ISO 9001 и ISO 22000. В настоящее время ведется работа по их внедрению в производство и подготовка к сертификации. Это позволит и далее выходить на новые рынки, наращивать объемы поставляемой продукции, обеспечивая партнерам суммы фитоформации и поставщикам сырья уверенность в выгоде сотрудничества с ней, уверенность в их собственном будущем. Продолжение следует...